Ребят, как живут ваши мамы? Вот просто ответьте на такой вопрос. Как живут пенсионеры наши сегодняшние? Как они выживают? И для меня главной мотивацией было, что у моей мамы маленькая пенсия, что она не может себе позволить путешествовать. Не может. Она не может себе позволить даже выехать в какой-то загородный клуб. Она не может себе позволить просто там, я не знаю, съездить в какой-то санаторий, потому что это все безумно дорого для наших пенсионеров. Это и есть мотивация. Это и есть мотивация мне развиваться, чтобы дать своей маме другую жизнь, другую возможность. Мне на Новый год подарили салфеточки. Салфеточки, которые тоже распространяются посредством реферального маркетинга. Компания, не буду называть, как она называется, тоже делает классный продукт, классный текстиль, благодаря которому там лучше можно помыть посуду. Я плохо вижу салфеточки, которые тоже распространяются посредством реферального маркетинга. Компания, не буду называть, как она называется, тоже делает классный продукт, классный текстиль, благодаря которым там лучше можно помыть посуду. Я плохо вижу, ношу очки, мне подарили вот эту салфеточку, чтобы протирать очки. классные салфетки, ребята, классные, они классно протирают стекла, да, это тоже сетевой маркетинг. Но одно дело, когда вы продаете салфеточки, да, я могу своей маме подарить эти салфетки, чтобы, ну, мам, ну, вот классно тебе поможет помыть посуду, да, чище дома будет, там, очки свои будешь протирать. И другой момент, когда вы можете подарить продукт путешествия своей маме. Вот я своей маме забронировала круиз на сентябрь. На сентябрь этого года у нас будет потрясающий маршрут на шикарном лайнере MSC Сиавью, это один из новейших лайнеров круизной линии Сиавью, который был Эмоду в 2018 году, 19-палубный красавец, чудо-инженерия, лестница с кристаллами Сваровски, роботы, да, всевозможные, которые там и коктейль тебе сделают, навесной мост, который выходит за пределы самого лайнера, стеклянный, потрясающий. У нас будет классный маршрут, вы только вдумайтесь, Канны, Франция, у нас будет Барселона, Испания, Пальма-де-Майорка, мы увидим Корсику. Вот представьте своей маме подарить Корсику прогулку по городу, который называется Аячо. Знали ли вы или ваши родители, что существует такой город, столица острова Корсики, Аячо? А я своей маме это покажу. Моя мама погуляет по Ля Специи, это итальянский город, посетит Гену, очень харизматичный город, мы в первом круизе там были, увидит Рим, в конце концов. Просто напишите, кто может, кто может себе позволить сказать «я своей маме», который тоже так же продается посредством реферального сетевого маркетинга. Да, это может быть помады, да, это может быть порошки, да, это может быть БАДы. Я с уважением отношусь к любым сетевым компаниям, потому что это всегда про качество. Ребят, помните это, что любая сетевая компания, это всегда про качество продукта. Иначе нельзя его продвигать, нельзя его будет продавать, потому что люди перестанут просто им пользоваться. А задача сетевого маркетинга, это отсутствие классической рекламы, да, это просто обычные дистрибьюторы, потребители красятся, да, допустим, этой же самой помадой, да, или тушью, пьют БАДы, стирают порошочком, и предлагают этот товар потом другим, потому что он классный, потому что он понравился самому человеку. Это бизнес очень искренний, это бизнес, построенный на коммуникациях, и он очень искренний, потому что здесь обмануть нельзя, кому-то не понравится, и, естественно, дальше уже продажи не пойдут. Так вот, инкрузис, это тоже про качественный товар, про качество, круто. Но это, ну, согласитесь, вот, Свет, это невероятные возможности своим родителям дарить путешествия, дарить кайф. Да, можно подарить помаду, салфетки, порошки, это тоже все классно и качественно, но я и мой потенциал, я не знаю, как у вас, да, но я посчитала, что мой потенциал достоин большего. Я хочу людям дарить кайф, я хочу людям дарить впечатления невероятные, которые останутся на всю жизнь. Я хочу сама испытывать это блаженство от того, что мои люди находятся сейчас в круизе, шлют мне фотографии, пишут, Даш, спасибо, что когда-то ты настояла посмотреть презентацию или прийти на нее, да, вот мне партнер тоже недавно говорит, пишет, говорит, год меня звала, да, а я вот только вот сейчас созрела и уже забронировала круиз. Да блин, да это классно, спасибо тебе, что ты не сдалась, что ты продолжала отсылать мне там презентации, афиши и прочее. Моя мама пару дней приехала назад из круиза и плакала, благодарила меня. Слушайте, это просто, это до слез. Да, мне даст собрать, что каждое 30, 30, 31 число, да, любой конец месяца мы находимся в состоянии драйва, мы находимся в состоянии кайфа. Я плачу каждый месяц, вот не поверите, я плачу, вот эти трансформационные слезы, они идут каждый месяц. Казалось бы, ну уже хватит, ты уже год в клубе, привыкни к тому, что, да, люди постоянно становятся здесь счастливыми, что они покупают круизы, что они выходят на новые ранги, что они классные чеки в конце концов получают. И нет, вот вчера у меня муж открывает ранг маркетинг директора, я просто вот сегодня перевариваю все это, я реально плакала. Ребят, я реально плакала, потому что, что может сказать женщина, которая 6 лет, выходные проводит одна с ребенком, в субботу и воскресенье, потому что ее муж работает постоянно. Мой муж работал на двух работах, представьте, он с... и прочее. Моя мама пару дней приехала назад из круиза и плакала, благодарила меня. Слушайте, это просто, это до слез. Да, спасибо. Спасибо за поздравления. Да, и я вот, я думаю, вот кто из нашей команды здесь присутствует, да, мне даст соврать, что каждое 30, 30, 31 число, да, любой конец месяца мы находимся в состоянии драйва, мы находимся в состоянии кайфа. Я плачу каждый месяц. Вот, вот не поверите, я плачу, вот эти трансформационные слезы, они идут каждый месяц, казалось бы, ну уже хватит, ты уже год в клубе, привыкни к тому, что, да, люди постоянно становятся здесь счастливыми, что они покупают круизы, что они выходят на новые ранги, что они классные чеки в конце клевать, потому что эта компания меняет жизни, эта компания не про путешествия, эта компания про психологию, про психологию отношения к себе, о том, что как вы себя любите, как вы себя прощаете. Для меня было сложно простить себя и сказать себе, я прощаю за то, что я делала с собой, своей жизнью и с людьми, которые меня окружали. Я прощаю за то, что я делаю сейчас, да, себя, я прощаю за то, что я сделаю потом. Простить себя, принять себя такой, какой вы есть и позволить себе идти за зовом своего сердца, своей души, своей мечт. Когда мне говорят, что у нас и так все нормально, ну, 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 мы так вот ездим. Мне девушка вчера пишет в директ, я рекламирую лигу, пишу, это все бесплатно, я вам дам ссылку, просто зайдите, когда вам удобно, смотрите эфир. Мне девушка пишет, мне интересно, я говорю, окей, напишите свой номер, я вышлю вам ссылку. И она мне интересна, я говорю, окей, напишите свой номер, я вышлю вам ссылку. И она мне отвечает через какое-то время, Ой, нет, извините, я передумала, я посоветовала с мужем. Он сказал, что не стоит. Понимаете, да, как мы любим перекладывать ответственность на кого-то еще. Я люблю это называть, знаете как, это синдром человека в найме. Вот согласитесь, это качество свойственно всем, кто работает в найме, перекладывать свою ответственность. На начальника, козел мне вовремя не сказал, что нужно сделать отчет, на коллег, которые там подставили, что-то не так сказали, на Путина. У которых все время, да, что-то там делается со стороной, что мы только хуже живем. Это комплекс человека в найме. И когда мне говорят, мне мой муж сказал, да, что не нужно этим заниматься, мне моя сестра отказала, мне подружки сказали, ты вообще что ли чокнутая, давай выводи деньги. Это говорит о чем? Что человек не может, не может принять ответственность, взять ее на себя. А это есть первое качество лидера. Уметь брать ответственность на себя. Знаете, чем отличается лидер от...